Саламат Сарумхурмет, Тотандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Я сегодня выхожу с пакетом требований от ДВК, которые правительство обязано немедленно реализовать, для того, чтобы найти максимальный способ поддержки нашего гражданского населения от тех процессов, которые происходят во всем мире и в Казахстане в частности. Коронавирус сейчас активно наступает по всему миру. Вчера во Франции президент Макрон объявил, что с понедельника, с будущей недели, закрываются все учебные заведения, высшие, среднеспециальные, школы, вводится режим работы на дому. И, собственно, целый пакет мер было заявлено, которые предпринимает французское правительство, и те шаги, которые будут направлены на поддержку тех, кто пострадал или пострадал их бизнес и так далее. Я сейчас по ходу эфира озвучу их. В Италии тоже приходят очень тревожные сообщения. Италия фактически изолирована. Из Италии не вылетают самолеты, не принимают людей, которые были в Италии, или отправляют их на карантин. То же самое вокруг Италии соседние государства. Просто фактически тоже закрыли границы. И уже перемещение людей, которые проживали в Италии, уже ограничен или затруднен. Пакет мер и карантин приняло Польша. Я вчера слышал, что такие же заявления сделали Балтийские государства, Латвия, Литва, Эстония, Бельгия. То есть то, что я вчера озвучивал по поводу мер по борьбе с коронавирусом, это фактически реализовал весь мир. Только вот Казахстан живет в иллюзии. Но так было всегда. Потому что Назарбаев боится любых кризисов, боится любых вызовов времени. Он пытается их спрятать под ковер, сказать, что у нас все по-другому. Оказывается, казахов кризис не касается, проходит мимо и так далее. Поэтому, собственно, это все приводит к катастрофическим последствиям. В конечном итоге вы можете вспомнить, как это было ранее по девальвациям, когда весь мир предпринимал активные действия по развитию кризиса экономики. И Назарбаев все это припрятал, прятал, говорил, что все нормально. И две девальвации все это опроверили. И люди нанесли гигантский ущерб. Поэтому в этой связи мы должны, я считаю, торопиться. Вчера я говорил, что именно сами граждане Казахстана должны брать инициативу в свои руки, разрабатывать требования, предъявлять требования правительству. Потому что сейчас эта волна добежит, безусловно, до Казахстана. Я имею в виду не сам коронавирус, потому что коронавирус уже давно в нашей стране. Это очевидно. Сейчас будет каждый день раскрываться информация о том, что там или в другом месте Казахстана заболели люди коронавирусом. И все это будет продвигаться и озвучиваться активно. И мы знаем, что вчера, когда было объявлено после заявления Всемирной Организации Здравоохранения о том, что на коронавирус считается пандемией, понятно, что правительство Атакаева сделало то же заявление, и народ ринулся в магазины. Ну, я вчера видел очень много фотографий, видео, как стоят огромные очереди и скупают разные товары. И, конечно, многие люди говорят, а у нас нет возможности на месяц вперед закупаться или даже на две недели. Пенсионеры, малообеспеченные семьи, студенты, таких граждан у нас большинство. И сейчас, безусловно, наступит ситуация, когда новые товары, которые будут замещаться уже проданными, будут продаваться по более высокой цене. Тем более, что основные потребительские товары у нас в Казахстан поступают по импортным контрактам. Мы не являемся производителями. И мы будем наблюдать, как в ближайшее время будет происходить быстрый рост цен не только на продовольствие и непродовольственные товары, но и на целый спектр товаров. Особенно после того, как сейчас идет быстрая девальвация национальной валюты. Опять же, за счет искусственных мер, за счет сдерживания рыночного формирования курса тенге, за счет того, что Национальный банк вбрасывает, сжигает свои резервы на бирже, курс реально сейчас чуть более 400 тенге, хотя рыночная стоимость не менее 410. Россия тоже сжигает валюту. И мы понимаем, что буквально в короткие сроки курс тенге к доллару достигнет минимум 450. Это развитие событий произойдет в ближайшие буквально несколько недель. Поэтому импортные товары, раз тенге ослабнет, будут уже по более высоким ценам. А заработная плата у многих людей осталась прежняя, во-первых. Во-вторых, в связи с тем, что происходит массовое понижение цен на нефть, это безусловно приведет к тому, что будет меньше валюты в нашу страну поступать, будут сокращения. Возможно, это повлияет на все сектора экономики. И страну ожидают большие трудности. В этой связи, я вчера говорил, что правительство будет убаюкивать, будет говорить, что хорошо, что мы вот сейчас создали штаб. Реальных действий никаких не будет, как вы понимаете. И мы ситуацию должны взять в свои руки, оказывать мощнейшее давление на правительство. В этой связи, я хочу заявить о пакете требований, которые мы в состоянии реализовать в кратчайшие сроки. Это приведет к снижению проблем, которые сейчас масштабно будут развиваться по нашей стране. Приведут к серьезным экономическим потерям и проблемам наших граждан. Поэтому мы сейчас обязаны этот пакет сформулировать и обязаны, чтобы правительство их реализовало. Какие требования? Во-первых, я хочу сразу заявить, что все мои заявления, расчеты, они сделаны на основе анализа бюджета страны, знания размера золотовалютных резервов страны, фонда, так называемого национального фонда резервов Центрального банка, Национального банка Казахстана, знания текущего бюджета страны, знания всей экономики. Поэтому те требования, которые сейчас будут озвучены мной, они, безусловно, четко рассчитаны. Итак, мы сейчас требуем, чтобы каждому гражданину нашей страны было выплачено государством минимум по 50 тысяч тенге. У нас чуть более 18 миллионов человек, и каждый должен получить, включая младенцев, по 50 тысяч тенге. Далее, это первое требование. Второе, мы знаем, что основной риск сейчас пойдет на медиков и обслуживающий персонал, которые находятся в этих медицинских учреждениях. Туда будут обращаться наши граждане, и, конечно, риск заражения, и огромное напряжение пойдет именно на этих людей. Вот Италии врачи сообщают, что они работают, прям спят на работе, не ходят домой, потому что они боятся заразить своих родных и близких. То же самое происходит в Китае. Это происходит во многих странах мира. Во Франции объявили дополнительный набор медиков, волонтеров. То есть не хватает врачей в каждой стране, которых, казалось, вчера достаточно. То есть у нас сейчас, в ближайшее время, будет очень сильная нагрузка на медицинские учреждения страны. В этой связи, руководствуясь тем, что различные экспертные мнения существуют, которые говорят, что существующий вирус предположительно застабилизируется или будет локализован приблизительно к концу июня этого года, мы заявляем, что медицинские работы, работники и обслуживающий персонал, кто там работает, неважно, охранник, вахтер, водители, все те, кто работает в медицинских учреждениях, включая медсестры разного уровня, врачей разной категории, необходимо до 1 июля, начиная буквально с 1 марта, каждому сотруднику медицинского учреждения государства обязаны выплатить по 50 тысяч тенге к текущей размеру заработной платы. Плюс 50 тысяч. Это второе требование. Третье. Мы считаем, что в связи с тем, что сейчас будут обнаруживаться вспышки коронавируса, будут введены ограничения на работу тех или иных предприятий, где существует большое количество людей. У людей будут большие проблемы с выплатой именно кредитов, как процентов, так и основной суммы. В этой связи мы считаем, что необходимо до 1 июля все проценты, которые формируются по договорам у физических лиц, это приблизительно свыше 7 миллионов человек. Это пакет требований затронет. Чтобы эти проценты выплачивало государство. То есть объявить мораторий, чтобы банки, соответственно, не несли убытки, чтобы правительство выделило денежные средства и погасило все проценты по потребительским ипотечным займам физическим лицам. Как я сказал, по официальным данным, таких людей приблизительно 7,7 миллиона, то есть 7 миллионов 700 тысяч человек, имеющие такие кредиты. И государство обладает достаточными средствами, чтобы банкам были организованы выплаты за эти физические лица. Далее, необходимо всех автомобилистов, которые ездят так называемыми иностранными номерами, армянскими, кыргызскими, российскими, дать возможность зарегистрировать их на казахстанские номера без требования дополнительных выплат. Эти люди в основном занимаются предпринимательством, частным извозом. И сейчас такого рода давление и требования заставить их растаможить и выплатить большие налоги в бюджет страны, приведут к тому, в условиях кризиса развития коронавируса и падения цен на нефть, приведут к разорению тяжелейшим проблемам этих людей. Таких людей где-то зарегистрировано около 170 тысяч человек. минимум. Поэтому это требование тоже правительство должно исполнить, не испытывать терпение народа. Далее, необходимо до конца года отменить все пошлины, различные сборы налоги на ввоз товаров народного потребления. Потому что сейчас фактически с торговых сетей будут смятены товары. Это приведет к тому, что произойдет рост цен на товары и услуги. Чтобы сдемпфировать эту ситуацию, необходимо правительству отменить все пошлины, сборы и различные налоги на импорт товаров. Не только продовольственные, но и всех видов потребительских товаров. Автомашины, что угодно. Это просто до конца года необходимо принять экстренные такие решения. Далее. Я уже вчера подробно объяснял и предыдущие тоже эфиры. Цены на нефть падают. Уже относительно нового года цена на нефть упала в два раза. Со следующей недели будет еще падение. В апреле произойдет вообще обвал нефтяных цен, потому что Саудовская Аравия, за ним Кувейт, Ирак объявили о том, что они выбрасывают на рынок дополнительные объемы нефти. Саудовская Аравия в сутки производит 9 миллионов баррель. И руководство Саудовской Аравии заявило, что они будут производить теперь, вот с апреля месяца, выбрасывают дополнительные объемы на рынок и доведут объемы производства до 13,5 миллионов баррель. То есть на 50% больше, чем то, что они сейчас производят. Фактически это приведет к тому, что произойдет еще больше обвал цен на нефть и будет цена ориентировочно на 25, а возможно и 20 долларов за баррель. То есть фактически цены на нефть, скорее всего, упадут раза в три относительно января. В этой связи я считаю, что мы должны требовать, чтобы цены на нефтепродукты были снижены минимум в два раза. Если цена на нефть уже упала в два раза, а реально упадет еще, то наши требования рыночные, не какие-то административные. Здесь вопрос только в том, что этот рынок контролирует зять Нурсултана Назарбаева, Тимур Кулебаев. Это монополия и поэтому они не снижают цены на нефтепродукты. Поэтому мы должны потребовать в два раза снизить цены на нефтепродукты. Это приведет к тому, что наши граждане будут платить меньше денег за нефтепродукты. И это опять поможет развитию как бизнеса, так и выживанию в условиях серьезного кризиса, который сейчас надвинулся на Казахстан. Также общеизвестный факт, что когда падают цены на нефть, автоматически падают цены на газ. И газ у нас использует значительную часть территории страны, западная часть, южная и так далее. Поэтому я считаю, что мы должны потребовать, чтобы розничные цены на газ тоже были снижены минимум на 20%. Притом, это должны быть сделаны немедленно с 1 марта. Я хочу сказать, что этот пакет требований, который я озвучил, он рассчитан и составляет сумму приблизительно 3 миллиарда долларов. Приблизительно около 2 миллиардов долларов обойдется выплата по 50 тысяч тенге всем гражданам страны. Более чем 18 миллионов человек получит по 50 тысяч тенге. Плюс медицинские работники и обслуживающий персонал. И это все в сумме. Плюс списание процентов до конца июня. Весь этот пакет требований составит не более 3 миллиардов долларов. И это окажет серьезное стимулирующее воздействие на экономику страны. Мы этот пакет требований письменно озвучим, чтобы было видно и ясно после эфира, я этот пакет требований письменно озвучу. Теперь я хотел бы сказать следующее об ошибках, которые совершает правительство Нурсултана Назарбаева. Я обращаюсь к главе нашего национального банка Ерболу Досаеву. Ербол Досаев когда-то еще в 98-99 году работал у меня заместителем и поэтому я могу сказать, что это квалифицированный человек. Но прошло все-таки много времени и я думаю, что существующая команда старая национального банка, она делает ошибку. В чем суть ошибки? Когда предполагается, что цена на нефть упадет, соответственно будет ослабление тенге, центральный банк нашей страны полагает, что чтобы сбить инфляционные ожидания, они пытаются поднять, подняли ставку рефинансирования национального банка на 3% с 9 до 12. Таким образом они хотят бороться с инфляцией. Но к чему это приведет? Это приведет к тому, что в условиях кризиса бизнес будет сложнее получать кредиты, они будут дороже, соответственно себестоимость их продукции будет дороже, они будут менее конкурентны относительно своих, скажем, конкурентов России, в Узбекистане или Китае. Во-вторых, себестоимость когда увеличивается, то это формирует более высокие цены на товары и услуги, которые будут формироваться в нашей стране. Значит, эту оплату, этих затрат произведет наше население. То есть в условии, когда кризис, получается, наше население еще раз загрузит. Еще более того, бизнес будет отказываться брать дорогие кредиты, будет испытывать проблемы, будут останавливаться предприятия и так далее. Я считаю, что это было ошибочное решение в условиях кризиса. Ни одна страна в мире не подняла ставку рефинансирования. Англия понизила, Америка понизила. Европейский центральный банк разработал огромное количество стимулирующих мер, воздействие на экономику, чтобы малый и средний бизнес не потерял темп своего развития. Наш национальный банк сделал все с точностью наоборот. Поднял ставку, соответственно, банки тоже поднимут ставку. Это сразу создаст проблему по всей стране. Я хочу привести аналог с воздушным шаром, который по каким-то причинам начинает падать вниз. А сейчас этот кризис приводит к тому, что экономика нашей страны будет падать вниз. Что делает разумный человек? Он выбрасывает все тяжелое и в тот момент не так нужное, чтобы спастись. Тогда шар облегчается и поднимается вверх. И вот этот аналог мы еще применяли в 98 году, когда в бюджете страны было мало средств, когда было отставание по пенсиям, когда не было валютных резервов у страны. Именно по моей инициативе были отменены пошлины на практически все составляющие, которые Казахстан не производит и импортирует из других стран. Абсолютно все пошлины были отменены. Были снижены налоги. Был в нашей стране налог 20% НДС на продовольственные, был сделан 10%. Поэтому это очевидно. Когда наступает кризис, нужно облегчать бремя налоговое, убирать пошлины. Разрабатывать различные стимулирующие механизмы. И нам даже не нужно придумывать велосипед. Вы посмотрите, в Соединенные Штаты Америки вчера Трамп объявил, что они убирают выплаты налогов, подоходных налогов для тех районов, которые пострадали от коронавируса. То есть даже вчерашняя бывшая советская страна Грузия, Центральный банк Грузии и частные банки объявили, что они лонгируют кредиты. Чтобы люди не стояли в очередях в условиях, когда есть риск заболевания коронавирусом, они заморозили проценты. Это то же самое произошло в Италии. И очевидно, что нашему правительству нужно срочно предпринимать такие же меры. И те меры, которые мы озвучили, это только первые базовые. На сумму 3 миллиарда долларов это пакет требований демократического выбора Казахстана. Наши граждане сейчас не смогут покупать продовольствие, не смогут покупать маски, не смогут купить самое необходимое, потому что все это будет какой-то части населения скуплено. И поэтому каждый гражданин нашей страны должен получить поддержку с государства в размере 50 тысяч тенге. Мы должны помочь нашему бизнесу, нашим людям, которые набрали различных потребительских кредитов, заморозить проценты как минимум до 1 июля. И эти проценты должно выплатить государство. И тогда сохранившие деньги люди опять направят в экономику. И эти деньги будут стимулировать развитие экономики. Банки не понесут никакого ущерба, потому что эти проценты выплатит государство. Еще мы знаем, что очень многие туристические компании пострадали. Пострадали авиационные компании, занимающие перевозкой, потому что сейчас туризм вымер. Туристические компании получили предоплату, затем они эти деньги вынуждены были вернуть обратно. Они получили и получают гигантские убытки. Во всех странах мира для таких компаний разработан комплекс мер. И льготные кредиты, еще какие-то механизмы. Я обращаюсь к туристическим компаниям Казахстана, чтобы они вышли на наш чат ДВК и сообщили, какие у вас проблемы, чтобы мы добавили к пакету требований меры воздействия и поддержки со стороны правительства такого рода компаний. Далее. Во всем мире сейчас закрываются крупные торговые центры, где существует массовое скопление людей. И, конечно же, крупные торговые центры и другие сферы бизнеса будут испытывать трудности. Там большое количество сотрудников. У вас будут проблемы с поступлением доходов. Мы тоже обращаемся к вам, чтобы вы написали, какие у вас существуют проблемы. И мы тоже расширим список требований правительству. Очевидно, что это правительство никаких решений самостоятельно в кратчайшие сроки принять не сможет. Потому как Центральный банк нашей страны, вместо того, чтобы понизить ставку или хотя бы не поднимать, резко увеличил на 3%. Это говорит о том, что сейчас наше правительство действует совершенно неадекватно, панически. Вместо того, чтобы оказывать стимулирующее воздействие на экономику, они начинают душить, душить разными издержками. Далее, я понимаю беспокойство правительства и Национального банка, что сейчас начнут расти инфляционные процессы. Но есть очень простой механизм, как снизить давление на рынок, как снизить инфляцию. Надо понизить цены на нефтепродукты. Это локомотив инфляции, который развивается в нашей стране. Если цены на нефтепродукты упадут в два раза, это, соответственно, повлияет на все сегменты экономики. И цены на нефтепродукты в ваших руках, в руках власти. Мы все знаем, что наша политическая верхушка супер богатая. Но Руслтан Назарбаев обладает состоянием минимум 200 миллиардов долларов. Дорига Назарбаева в Англии не может доказать, откуда она взяла 100 миллионов фунтов, чтобы купить дома в Англии. Вторая дочь Динара Кулебаева только на двух объектах недавно купила на сумму 120 миллионов долларов. То есть эта семейка разбрасывается сотнями и миллиардов долларов. И когда они будут говорить, что денег нет, не верьте, они лгут, они миллиардами тащат из страны, и поэтому они обязаны, они просто обязаны сейчас предприметь ряд мер, которые будут спасать нашу нацию, спасать наших граждан. Мы должны потребовать немедленно выделить эти 3 миллиард долларов. Мы должны потребовать немедленно понизить цены на эти продукты в два раза. Мы должны потребовать, чтобы каждый человек получил по 50 тысяч тенге разовую помощь. Мы должны потребовать, чтобы наши медицинские работники и обслуживающий персонал на период до 1 июля получили заработную плату дополнительно по 50 тысяч тенге. Это плата за ту тяжелую работу, которую сейчас им предстоит сделать мы должны потребовать чтобы 7 7 десятых миллиона человек которые взяли кредиты их проценты обслуживала государства как минимум до 1 июля то есть дать передышку сроком на 4 месяца пока по остановится развитие коронавируса по прогнозу экспертов и масса всяких требований которые я сейчас озвучил правительство обязана реализовать кратчайшие сроки и мы понимаем что правительство будет тянуть будет нас успокаивать но время выходит вы видите все ведущие страны принимать экстренные меры если мы их не примем мы не просто останемся позади мы подвергаемся попадем катастрофическую ситуацию еще раз европейский союз выделил только на борьбу с коронавирусом форс создал фонд 25 миллиардов евро только на борьбу с коронавирусом но там же последствия более масштабные развитие бизнеса масса проблем убытки так далее здесь центральный банк евросоюза тоже разработал целый пакет мер и мы обязаны тоже это сделать мы должны обязать наше правительство их реализовать поэтому уважаемые друзья давайте действовать давайте сами спасаться если это политическая верхушка не в состоянии это сделать мы должны их выгнать алга казахстан